Ребята, внимательно сейчас смотрите, какую обалденную позицию покажет этот игрок на Бориске. Просто невероятная точка, с которой он будет настреливать огромное количество дамага, а враги даже не смогут его заметить. К тому же, ребят, в конце данного боя вас ждет еще один очень крутой сюрприз, интересная тактика и совершенно непредсказуемый финал. Итак, давайте посмотрим сначала на составы команд. Сразу видно такой яркий плюс, который облегчает вообще бой. Это то, что ни в одной из команд, ну понятно, что ни в одной, в общем нет арты, ребят, короче, вообще в этом бою. Ну, я хотел сказать, если бы она в одной была, то и в другой бы была, понятно, но здесь вообще артиллерия отсутствует. И это уже хороший такой подарочек, я считаю. И, собственно, вот по топу списка не совсем нам повезло, то есть здесь мы играем с девятками, но опять же восьмерок очень много, семерок тоже очень много танков седьмого уровня. Поэтому в целом по составам тоже, можно сказать, плюс. В общем, под началу боя наш герой занимает вот такую необычную позицию здесь в кустах. Вообще здесь будет довольно много разных интересных позиций в этом бою, поэтому смотрите прям до конца. Он постоянно будет менять и открывать новые и новые точки. Итак, впереди сейчас скорее всего могут показаться вражеские стейхи, потому что они там уже собирались выезжать, ну а что им еще делать? Вот здесь на углу и должны быть, только вот что-то они не решаются. А вот все, позиция походу сейчас потеряет актуальность, потому что экранированный пошел давить, а хотя нет, во вражеской команде есть сумасшедшие игроки. Ай, только съехал, сразу же появилась цель. Ну опасно, уже подсветился, поэтому можно люлейно получать конкретных. Непонятно зачем Т-34100 взял вот так, просто упоролся на толпу и слился. Видимо он хотел закрыть с собой проход, проезд здесь, я не знаю какая была его цель. Либо ему не понравилось, что он попал вниз списка с восьмерками, с девятками и решил, что лучше он сольется и фиг с ним. Хотя вот С2 экранированный по идее, ну тоже седьмого уровня тяж, хотя чувствует себя неплохо, еще хп не потерял и по-моему по Т-34100 даже дал плюху. Так что все у него нормально. Так, счет 2-4 и решает наш герой не толкаться здесь дальше на позиции, а объехать через низ. Вот такая неожиданная тактика. И здесь очень нужно полагаться именно на маскировку, потому что если мы засветимся, нам с центра надают очень диких люлей. А на центре как раз таки вафлепазик подсвечивается, шкода. Довольно много целей, по которым можно покидать. Может сейчас вафлепазика и выловим, нет? Не видно. Эх, жалко, не видно вафлепазика. Счет, кстати, уже 2-7 и совсем не в пользу нашей команды. Бой развивается очень быстро, очень стремительно и, честно говоря, пока развивается в сторону поражения. Так, СУ-130ПМ прямо перед нами. Начинаем накидывать под ней еще один просто гениальный выезд. Вот что-то похожее на Т-34100. Непонятно, зачем так нагло прям сыграл парниша на СУ-130ПМ. И открылся под всю нашу команду. Ну, не под всю, ну, хотя, учитывая, что верхний фланг полностью мы слили, здесь под всю, можно сказать. Так, Супер Хеллкет в простреле и, может, сейчас его и отправим в ангар. Да, первый фраг в копилке. Дамаг не очень большой пока, 1618. Счет 5-8. Так, вражеский Бориска тоже из того же разряда. Ах, были бы сейчас снаряды. Не уехал бы Бориска этот отдыхать. Точнее, уехал бы именно отдыхать в следующем бою. Но перезарядочка подвела. Так, ИС и Блэк Принц здесь давят. Не знает наш игрок там четко, будут они видны или нет. Хотя вот сейчас, по-моему, Блэк Принц должен быть виден. Он же там проезжал. Ага, вот и Вафлепазик, а вот здесь уже точно прострел. Не, классная позиция. Заметьте, он здесь стоит, вылавливает периодически врагов. И причем они его абсолютно не светят после выстрела даже. Любопытно, согласитесь. Так, эх, жаль. Барабанчик маленький, у нас всего на два снарядика. Поэтому Вафлепазика не добрать. Ну, Лансенес это делает. 6-10. Вот вроде бы наша команда и отбивается, но счет все равно плохой. Все равно, откровенно, со всех сторон зажимают. И все движется к сливу. Союзники он уже матюками там бомбят в чате. Ничего там хорошего нет. Ребят, ну перед финалом данного боя, давайте быстро напомню вам важный момент. Собственно, спонсоры этого видео у нас ребята с очень классного сайта ВотКит, где огромное количество разных классных штук для вас. Во-первых, там каждый день раздают 5000 золота. Чтобы, так сказать, принять участие в раздаче, нужно нажать кнопку участвую, участвовать. Внизу ВотКит, внизу сайта. Пролистайте, посмотрите, если что, ссылочка в закрепленном комментарии. Каждый день нужно нажимать заново, чтобы принимать участие. И также, ребят, сейчас шикарнейшие скидки на все кейсы на ВотКит. Если будете открывать, во-первых, хочу сказать, что там, если вдруг вам выпадает примтанк, который у вас уже, например, есть, то никаких проблем с этим нет, вы его получите полную стоимость в золоте. Сейчас шикарные скидки, советую пользоваться. Но важный момент. Если будете пополнять счет, при пополнении введите вот этот промокод, который вы видите сейчас на экране. Это шикарнейший промокод. По нему вы получите огромный подарок-бонус. Запишите, ребят, советую реально записать вот этот промокод куда-нибудь на листочек. Очень классный. Ну, а мы смотрим дальше. Да, промокод, кстати, многоразовый, так что смело можете друзьям со взводным соклановцам скинуть. И работает он еще к тому же на сайте ВотГолд, помимо ВотКит. Поэтому не теряйте. Да, и еще, ребят, хочу напомнить, что ссылка и промокод в закрепленном комментарии под этим видео. И то, и другое. Проверьте. Ну, и не забывайте также, что в этом видео еще проходит розыгрыш золота от нашего канала. Можно до 10 тысяч голды выиграть. Для участия в нашем розыгрыше подписывайтесь, прожимайте лайк, включайте колокольчик в режим все уведомления. И обязательно оставляйте позитивный комментарий с вашим игровым ником и идет ВКонтакте. Ну, а мы смотрим дальше. AMX 50-120 прямо по курсу. И два точных снарядика. AMX готов. Проджета по нам кидает их. Неприятно на 310. Но пока еще с ХП все более-менее ровненько. Интересные позиции уже у нас были. И, ну, сейчас вот так сидеть, как наш Герудил в большую часть, большую первую половину, точнее, боя, уже и не выйдет. Надо рисковать и не ждать момента, когда враги толпой просто сюда на нас вывалят. Они четко нашу позицию знают. Здесь никого ничем не удивишь. И вот проезжает Проджета, и мы его светим первым. А он даже не успевает нас отсветить. Очень поздно мы светимся. Не маскировка. Реально выбор позиций сейчас его спасает. Он всегда первый на выстреле. Он дает первый снаряд. И сейчас опять отсвечивается. Но ему очень везет, что нет арты. Иначе бы вот эти все остаточные засветы артовод бы, если бы он был, он бы их использовал. Мне еще интересно, посмотрите, у вражеской Шкоды Т-50 уже 5 фрагов. Это, кстати, 9 уровня танк. Средний. И, я думаю, она, точнее, игрок хочет медаль воина себе заполучить. И как раз ему нужно Бориску в ангару паковать. И все. Считайте воин в кармане. Так. Захват нашей базы опять возобновляется. Мне кажется, почему-то штамм Блэк Принц стоит. Он самый такой медлительный с всей этой оставшейся компанией. И, наверное, ему лень просто ехать. Ну и ближе всех он светился к базе. Не понимаю, почему они переставали до этого делать захват. Хотели, наверное, рашить. Ну, там на захвате тоже позиция плохая. В общем, ну, в кругу. Она простреливается со всех, каких можно только сторон. Об этом не стоит забывать. Ну вот. Уже подобрался к базе. Минута буквально до захвата. И сейчас надо какой-то хитрый маневр сделать. И... Опа! А Шкода оказывается прямо перед нами. Опять маскировка решает. Заметьте, мы первые посветанули Шкоду. А на нас нет. Она нас не засветила. И поэтому наш игрок вот так легко Шкоду снял. А та даже не пыталась уехать. Красота. Ну, красота же, согласитесь. Подъезжаем на базу. И здесь засвечивается как раз таки... Да. Как я и предполагал, товарищ Блэк Принц. Нас он тоже светит в ответ. Но здесь мы не совсем кустами скрыты. Поэтому, наверное, светанулись. Сейчас откидываем две пулики, сбивая захват. И решает наш игрок переехать, сменив тем самым позицию. Но Блэк Принц никуда не денется. Он довольно медлительный. Еще где-то с ТРВТ. Кстати, не стоит о ней забывать. Потому что сейчас она может сзади, например, по нам кидануть. А вот и Блэк Принц. Он отправлялся прятаться с захвата. Но не успел. Отправляем его в ангар. Вообще, с другой стороны. Просто как ниндзя. Действует наш игрок. И неожиданно прилетает плюха от вражеской ПТ. Вот это уже не так приятно было. Ну, по идее, там альфа довольно маленькая у Стеира. И эта ПТшка все-таки седьмого уровня. Бориска здесь должен решать. Ну, тут о вражеской команде. Во-первых, он неплохо в начале играл. Действительно много врагов раздамажил. А во-вторых, протупила именно больше всего Шкода Т-50. Потому что у него была такая не совсем правильная позиция. Кустами не прикрытая. Поэтому мы ее засветили первыми. А на нас нет. И вот так, собственно, и выходит. Ну, вот такой бой, ребят. Смотрим итоги. Не забывайте, что ссылочка и мой промокод в закрепленном комментарии. Проверяйте прямо сейчас. К итогам. Итак, ребята. Это воин. Основной калибр. Защитник. Медаль Лех Веслайха. Колобанов. Мастер. 5897 дамага. 7 фрагов. И бой, я считаю, очень крутой вышел. Вверху справа другой видос. Заходите тоже смотрите. На этом все, ребят. Всем удачи. До скорых встреч. Лайки, подписки не забываем. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.